Друзья, всем привет! С вами вновь Чайковская Екатерина. И мы продолжаем рисовать в векторе в программе Adobe Illustrator. Я надеюсь, что вы освоили женскую базу и уже готовы переходить к более сложным элементам. Если же нет, то добро пожаловать на мой курс. Я на нем рассказываю, как общаться с программой от и до, познакомлюсь с основными инструментами, основными действиями, и вы сможете их самостоятельно выполнять, не напрягаясь. И также очень рекомендую пройти марафон по техническому рисунку. Мы там отрисовываем 6 моделей женских, начиная от простой футболки, платья футляра, брюк. То есть это такая базовая основа, которая очень полезна для производственников и прекрасно подходит для того, чтобы потренировать свои навыки и умения. Потому что сразу начинать со сложных моделей достаточно проблематично. Так что обязательно смотрите видео, если вы вдруг что-то не понимаете. Если же готовы двигаться дальше, то поехали. Мы начинаем с вами отрисовывать более сложные модели. И сегодня я для вас подобрала шифоновое платье с внутренним чехлом. Наша основная задача здесь будет показать прозрачность ткани и максимально четко передать ее свойства. Соответственно, прозрачность как основная идея данного эскиза. Изделие у нас с вами симметричное. В связи с этим мы сможем нарисовать половинку и после этого его, грубо говоря, раззеркалить. Что здесь нужно учитывать? Рисовать мы будем в два слоя. Здесь, как вы видите, есть внутреннее платье и есть внешнее шифоновое платье. Так же и мы будем делать. Мы будем показывать эту многослойность, мы будем показывать эту прозрачность. Давайте начнем с внутреннего платья. Мы картинку, на которую мы взяли, ее скопировали, помещаем ее на слой и данный слой блокируем. Создаю новый слой, на котором я буду рисовать внутреннее платье. Это платье имеет очень простой крой. Как вы видите, подкрайной лифт, тоненькие лямочки и длина достаточно минималистичная. Оно служит своеобразной подкладкой. Соответственно, мы его сейчас аккуратно отрисуем. В данном случае будьте очень внимательны к деталям, потому что они будут накладываться друг на друга и нам нужно будет, чтобы они идеально друг с другом стыковались. Так, делаем вертикаль. И инструментом перо прорисовываем контур платья. И теперь еще тонкая, аккуратная лямочка на плечик. Один из плюсов работы в программе Adobe Illustrator то, что вы можете всегда приблизить и изменить то, что вы уже нарисовали. То есть, если вдруг допустили какую-то ошибку, у вас что-то не получилось, во-первых, вы можете всегда сделать откат назад, Ctrl-Z, сочетание клавиш, или же просто немножко видоизменить и отредактировать то, что у вас получилось. Поэтому не бойтесь как-то ошибиться, вы это сможете поправить. Теперь выделяем все. Берем инструмент зеркальное отражение. Если вдруг он у вас спрятался, он находится за инструментом поворот. Вот смотрите, где он. Нужно просто нажать и подержать. Ставим точку на вертикаль. От нее мы будем зеркалить. И разворачиваем. Теперь объединяем лифт, инструмент обработка контуров и слить. Получился он у нас немножко шире. Мы сейчас его подкорректируем вот таким образом. Как видите, не совсем симметрично получается, потому что сфотографирована реальная модель, и она, ну, понятное дело, где-то немножечко идет перекос. Это нормально. Вот таким образом. Это у нас основа. Мы ее сейчас заблокируем. Наше внутреннее платье. Я не вижу по данной эскизу, но я так думаю, что здесь, скорее всего, должны быть вытачки. Мы их можем не рисовать, но при построении лекал либо при описании данной модели вам их нужно будет указать. Почему мы их не будем рисовать? Потому что здесь сейчас у нас пойдут складки, и многослойное наложение линий даст непонятный шум в зоне живота и будет нас сбивать. Но при создании технической документации можно даже разложить платье и показать вот такое внутреннее платье, вот такое внешнее платье. Даже если они где-то скреплены, вы укажете, что оно скреплено по каким-то точкам, по боковым швам, еще что-то. Такие моменты вы учитываете. И технический рисунок, он, да, должен быть максимально приближен к реальному изделию, показывать все детали и элементы, но старайтесь сделать так, чтобы у него не было никакой путаницы шумов, которые накладываются и мешают его цельному восприятию. Иногда его нужно разложить на несколько элементов, для того, чтобы понять, что там внутри. Заблокировала я наше внутреннее платье, создала новый слой. Создавать новый слой вот здесь вот, образец, создать новый слой. И теперь мы будем с вами рисовать уже непосредственно шифоновое верхнее платье. Тоже я его буду рисовать половинку, поскольку оно абсолютно симметричное. Это ускоряет работу. Относительно внутреннего платья, оно может быть чуть-чуть поверх, то есть по степени прилегания оно не будет настолько плотно подходить к фигуре. И это нормально. Смотрите, чтобы внутреннее платье не вываливалось. Вот на это надо обращать внимание. И я сейчас задам другой цвет линии, чтобы у меня не было путаницы. Цвет линии возьму зеленый, для того, чтобы он был более контрастный, и я его лучше видела и на фотографии, и, соответственно, на рисунке он хорошо отражался. Так, здесь тоже внимание, смотрите, мы видим спинку, видим то, что по спинке есть очень красивый разрез. Это все надо прорисовывать. И прорисовывать так, чтобы было наложение. То есть мы когда будем прокрашивать, будет задана прозрачность, и за счет этой прозрачности будет создаваться вот этот эффект наложения. Внимательно следите, что находится сверху, что находится снизу. То есть спинка должна уйти вниз, передняя часть должна уйти вперед. Это важно. В таких моделях, где есть прозрачность, на это надо обращать очень-очень много внимания. Еще раз смотрим на нашу юбку. Здесь какая есть деталь. Здесь вот у нас есть линия реза. Мы должны ее сделать куском. То есть технологически это будет верхняя часть юбки. И потом у нас будет единая юбка, и на нее наложим две оборки. То есть когда вы рисуете, вы все-таки должны понимать, что вы рисуете не просто так, а это изделие, которое технологически и конструктивно должно быть правильно выполнено. Так, теперь, как я и показала, то что это будет юбка. Так, вот здесь еще одно членение, видите? Вот на него мы сейчас с вами и попадем. Прорисовываем складочки. Чуть-чуть выше эта линия должна быть линией внутреннего платья. Теперь маленькая хитрость. Смотрите, у нас кривой край, и повторить эту линию у меня сейчас будет... Ну, не то что проблематично, да, но долго я буду ее повторять, и можно это сделать быстрее. Каким образом? Я сейчас здесь нарисую просто с вылетом прямоугольник и нарисую юбку до пола. Все остальное у меня будет накладываться сверху. Вот такая у меня будет форма. Так, вот я вышла на вертикаль и соединяю. Что я теперь делаю? Я беру мой кусочек юбки, беру нижнюю часть юбки, сдвигаю в сторону и копирую. После этого разбираю инструментом обработка контуров, разгруппировать, и получаю абсолютно идентичную линию. Единственное, что мне нужно, вот подкорректировать вот эту часть, вот эту точечку, она у меня лишняя. Все, мои линии абсолютно идентичны, совпали. Красота. Теперь все как по швейной технологии. Нам нужно пришить две линии оборок. Пришиваем. Сначала сделаем нижнюю, потом сделаем верхнюю. Потом еще дополнительно прорисуем теневые элементы, для того, чтобы оно смотрелось более реалистично. Опять же, здесь по линии низа вы можете нарисовать, можете сделать инструментом вырезания. Но поскольку у нас там идет многослойность, я бы хотела, чтобы линии немножко не совпали по низу, а было ощущение, что один слой за другим там находится. Ну, в общем-то, и не ощущение, а на самом деле оно бы так и было. Так, и здесь у нас оборка. Давайте еще раз посмотрим, пришита она здесь. Да, она здесь пришита. Ну, соответственно, нам нужно эти две линии совместить. Сейчас мы это и выполним. Опять с вылетом. Берем детали, копируем. Оп, не выделилось. Еще раз копируем. Разгруппировываем. И вот у нас... Так, секундочку. Что такое? Не все детали выделила. Выделила только две. Нужно три детальки выделить. Переносим. И разбираем. Этот способ, он помогает абсолютно точно скопировать кривые края. Видите, вот кусочек получился. Он у меня повторяет низ полностью идентично. Вот таким образом. Соответственно, раз элемент, два элемент, три элемент, четыре элемента. То есть юбку мы нарисовали по элементам. Сейчас мы нарисуем основные элементы. После этого будем уже рисовать тени и дополнительные линии кроя. Так, здесь у нас не хватает замкнутости. Сейчас мы эту точечку только опустим немножко. Так, здесь у нас обработка идет тоненькой беечкой. Вот она беечка. И точно так же здесь у нас тонкая беечка идет по горловинке. Мы ее прорисовываем. Вот она беечка. Рисом. 〜 главу. Напоминаю, что есть такой инструмент, он называется сглаживание, и можно линию немножечко погладить, она станет более упругой. Таким образом. Теперь рукавчик. Как видите, я рисую только половинку, потом вторую половинку мы с вами отзыркалим. Здесь он заходит у нас внутрь. Так, по низу смотрим, там у нас маленькая манжетка, сейчас мы ее нарисуем. Вот такая тоненькая манжетка и нарисуем внутреннюю часть рукава. Таким образом. Отлично. Мы с вами закончили с основными линиями. Теперь я заблокирую этот слой, создам новый. Во время рисования я создаю много слоев, потом, когда изделие будет готово, я все изделие схлопнула в один слой. Создаю я много слоев для того, чтобы было удобно рисовать элементы, и они друг друга не цепляли. То есть, когда я сейчас буду рисовать линии защипов, то есть, у меня не будет цепляться нижний слой. Поехали. Защипаем. Рисуем инструментом линия. Выбираем другой цвет, скажем, голубенький. Нам все зато будет видно. Раз. Два. Криво. Два. Три. Четыре. Вниз. Раз. Вот здесь надо немножечко подкорректировать линию, потому что она должна идти в сторону бедра, а не внутрь. Иначе конструктивно она некрасива. Обязательно тоже делайте эти корректировки, даже когда вы рисуете по фотографии, думайте о том, что вы рисуете. Так. Теперь у нас с вами должны быть такие вот штучки. штучки. Старайтесь не попасть точку в точку, иначе у вас две линии сольются. То есть лучше их просто потом опустить. Для того, чтобы прекратить рисовать перышку, нажимаете Ctrl и щелкиваете. Три. 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 То, что будет не устраивать, будет подвергнуто коррекции. Делаю линеарную часть, потом сделаю теневую часть. Потому что помимо того, что складочки обозначаются линиями, они еще обозначаются тенями. Выбираем все, Ctrl-A, выберет только то, что на активном слое и задаем толщину 0,5. Оно будет очень тоненько и деликатно смотреться. Теперь то же самое делаем для всех складочек. Аккуратно прорабатываем, прорисовываем линии. Музыка. 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 То же самое мы делаем с рукавом. Аккуратненько выглянем и прорисовываем линеарно, как у нас будут располагаться складочки. Обращайте внимание на то, что у рукава у нас не зубеечка, которая собирает рукав на фонарик. И вы должны линиями показать максимально четко, как они собираются, как происходит формирование вот этих мягких складок ткани. Поэтому даже если вдруг у вас что-то не совпадает с фотографией, ничего в этом страшного нету. Вы должны в голове держать, как это будет сделано. И дополнительно прорисовывать эти элементы должным образом. Музыка. После того, как мы с вами отрисовали все складочки линиями, мы блокируем слой, создаем новый. И сейчас я подпишу все слои для того, чтобы мне было легко и понятно работать с документом. Соответственно, первый слой у меня будет складки линии. Второй слой у меня верхнее платье шифоновое. И, соответственно, нижнее платье тоже мы подписываем аккуратненько, чтобы было понятно. Так, и нижний слой подписываю, что это фотография, чтобы я понимала, что это такое. Все слои блокируем. Убираем видимость слоя, где у нас расположены складки, нарисованные линиями. И создаем новый слой. Помещаю его под слоем с линиями, но над слоем, где шифоновое платье. И называю его. Дополнительно, что это складки тени. Сейчас мы будем прорисовывать складочки, которые являются теневыми. Я выберу для них другой цвет. И данные теневые складочки будем рисовать объектами, перышком. Все объекты должны быть замкнутыми. Потом мы будем делать их заливками. То есть у нас тень прорисовывается двумя элементами. С одной стороны это получается линия. То есть мы линии показываем, как располагается данная складка, как идет тень. А с другой стороны мы прорисовываем объект и показываем теневое пятновое решение. То есть пятно плюс линия. Аккуратненько прорисовываем все рукава. И точно так же будем прорисовывать всю юбочку. Здесь много мелких складок. И если внимательно посмотреть, то складочки есть и по торсу. Методично, аккуратно все прорисовываем, показываем форму. itié-мяия Субтитры подогнал «Симон» Итак, мы отрисовали все элементы. У нас с вами полностью отрисованная половинка платья. Сейчас я заблокирую слой, с которым мы работали, и разблокирую слой, на котором у меня нарисовано шифоновое платье. Выберу все объекты на нем, поставлю точку на вертикальной оси и при помощи инструмента «Зеркальное отражение» сделаю отражение моей половинки платья. То есть то, что мы нарисовали одну часть, мы теперь сделаем платье цельное. Теперь нам нужно те объекты, которые не разделены по переду, по центру, соединить. Я выбираю два объекта попарные, при помощи инструмента «Обработка контуров» их соединяю. Вот здесь аккуратненько нужно соединить горловину, вы ее выбираете и соединяете. Как видите, выбираю я двумя способами. Я либо просто мышкой выделяю область, куда попадают два объекта, либо же я могу нажать кнопочку «Shift» и нажимать на объекты мышкой, и они будут у меня все выделяться. Соответственно, если я на выделенный объект тоже нажму мышкой, то он у меня уйдет из зоны выделения. Таким образом я аккуратненько выделяю все объекты, которые должны слиться въедино, то есть у них нет шва по центру, и все их объединяю. Вот у меня получилось стельное платье. Теперь я то же самое делаю с моими тенями, которые нарисованы объектами. Сначала я их все выбираю, загруппировываю, выбираю инструмент «Зеркальное отражение», ставлю точку и их раззеркаливаю. Для того, чтобы они у вас раззеркалились, кнопочка «Shift» позволит вам сделать правильный угол. Видите, у меня там значок 90 градусов появляется, а кнопочка «Alt» сделает копирование. То есть нажимаете «Shift» — «Alt», потом отпускаете мышку, потом «Копирование». И то же самое мы делаем с тенями и линиями кроя, которые у нас нарисованы. Я разблокирую объект, разблокирую слой, сгруппировываю все линии, выбираю их и делаю их зеркальное отражение. А теперь я сгруппировываю все, что у меня находится на одном слое. Это удобно для дальнейшей работы. То есть все тени, которые отрисованы линиями — это одна группа, все тени, которые нарисованы объектами — это другая группа. И таким образом, как видите, достаточно плотно идет работа со слоями, то есть я их активирую, дезактивирую, включаю у них активность или нет. И теперь еще шифоновое платье. Сейчас все сгруппируем. Отлично. Получилось. Далее я выбираю инструмент «Монтажные области», разблокирую все слои, на которых у меня есть рисунок, и сдвигаю вправо. Принцип тот же «Shift» — «Alt» нажимаем и сдвигаем. Вот оно у меня получилось. Я, помните, рисовала все разными цветами, специально, чтобы было видно, контрастно. Таким образом это все выглядит. Сейчас для того, чтобы вы видели, что было и что стало, сделаю еще один дупликат. Вы, когда копируете монтажную область, то все, что не заблокировано, оно копируется вместе с этой монтажной областью. Так что, видите, я сместила платье вправо, оно сместилось. Теперь мы сделаем черно-белый эскиз, немножечко откорректируем тот рисунок, который есть сейчас. Вот это почему удобно работать по слоям. Выбираю объекты моего нижнего платья, прокрашиваю их светло-серым оттенком, чтобы показать его. Шифоновое платье в черно-белом эскизе я ничем закрашивать не буду, оно так и останется белым прозрачным. Тени. Выбираю тени. Как видите, мышкой растягиваю все раз, выбрала. Выбираю цвет заливки, серый. И делаю настроечку непрозрачности. Вот таким образом это все смотрится. Непрозрачности настраивайте так, как на ваш вкус она лучше смотрится. Здесь нет универсальной формулы, надо просто подергать, посмотреть, и вы поймете, что. Теперь разблокирую все слои, выбираю целиком мое изделие и заливаю контуры черным цветом. Потому что цветной контур нам не очень подходит, а черный фон как раз идеален для эскиза. Выбираю и заливаю черным цветом сразу всего. Вот смотрите, что получился. Получился отрисованный симметричный эскиз в Adobe Illustrator в черно-белой гамме. А вот что у нас получится, если прокрашивать цвета модели. Посмотрите, какая легкая прозрачность и воздушность ткани. Для того, чтобы узнать более подробно и чтобы посмотреть на детали, записывайтесь на курс по Adobe Illustrator принты и заливки. Там мы разберем это и многое другое. Всем удачи! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»